Из-за удара РФ по Сумам произошли пожары, продолжается поиск пострадавших. В Сумах в результате сегодняшнего российского удара – попадание в районе проспекта Свободы. Из-за вражеской атаки произошел пожар, одному человеку уже оказали помощь. Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации, Алексей Дрозденко. По словам чиновника, из-за прилета были повреждены многие окна, а также много горит автомобилей. Поиск пострадавших продолжается, сейчас один человек, которому оказана помощь. Развертывается оперативный штаб по ликвидации последствий, рассказал руководитель ГВА. Он добавил, что через час граждане смогут подать заявку. На месте работают все соответствующие службы, рассказал чиновник и опубликовал фото пожара в центральном районе Сум после российского обстрела. Также руководитель ГВА рассказал, что движение на перекрестке проспекта Свободы и улицы Украинской Народной Республики Екатерины Зеленко сейчас затруднено. Обновлено заявление ОВА о ракетном ударе. Позже в Сумской областной военной администрации ОВА рассказали, что российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. Россияне продолжают совершать преступления против мирного населения Сумской области, направляя ракеты по жилищной застройке населенных пунктов, говорится в сообщении ОВА в Телеграм. В администрации добавили, что последствия вражеского удара по Сумам уточняются. Между тем появились еще фото последствий российских ракетных обстрелов по городу. Кадры обнародовало Суспльне. Обновлено. Куда был прилет? Как рассказал исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь в комментарии, в Суспльне Суме попадание было по коммунальному предприятию паркинг, и там были автомобили. Очень много автомобилей сгорело. Пострадало очень много домов, вылетели окна, повреждены фасады, отметил он. Атака РФ по Сумам. Напомним, с вечера пятницы российские оккупанты для очередного воздушного удара по Украине запустили дроны Камикадзе. Кроме того, объявлялась угроза ракетной атаки противника с использованием баллистики. Ночью сообщалось о взрыве, что был слышен в Сумах на фоне угрозы авиаударов, а уже утром стало известно, что в Сумах раздался мощный взрыв. Тогда появилась информация от мониторинговых групп, в сторону города направлялась ракета.